История начинается с того, что наш главный герой восхищается самой популярной девушкой в школе, в которую он влюблен. Его зовут Рето, а ее Руна. В отличие от девочки, он обычный мальчик-интроверт, у которого очень мало друзей. Он думал, что они никогда не смогут быть близки, пока сцена не заканчивается и мы не видим их вместе в комнате, где она предлагает им это сделать. Возвращаясь в прошлое, главный герой был в классе, пока не услышал, как несколько мальчиков сказали, что хотят встречаться с Руной и что она меняла своего парня каждые два месяца. Так как одного парня недостаточно, чтобы удовлетворить ее. Внезапно, пока главный герой размышлял о том, сколько у него друзей, перед ним появилась девочка и попросила одолжить механический карандаш. Вот так просто главный герой уже был влюблен. Некоторое время спустя, когда он ужинал со своими друзьями, они заговорили о ком-то знаменитом по имени Кен и сказали, что хотят поиграть с ним. Из-за того, что у них был экзаменационный период, они не могли этого сделать. И из-за того, что они не так много учились, они боялись плохо сдать экзамены. Опасаясь, что только главный герой справится хорошо, они решили сделать необычные пари, тот, кто получит лучшие оценки на экзамене. Тестам придется делать что-то такое, о чем говорят те, у кого дела обстояли хуже. Таким образом, после того, как они получили свои результаты и увидели, что только они двое справились плохо, в то время как главный герой справился хорошо. Они решили, что ему следует сделать, заявить о себе девушке, которая ему нравится. Потому что таким образом они почувствовали себя немного лучше, когда увидели, что кого-то отвергли. Когда урок закончился, главный герой ждал девочку, так как он оставил записку в ее шкафчике. Несмотря на то, что она думала, что не придет, появилась Руна и спросила, что главный герой хочет ей сказать. С большим смущением Рето сумел сказать, что она ему нравится, а когда его спросили почему, он ответил, что она прекрасна. Несмотря на то, что она была поверхностной, ей это понравилось, и вместо того, чтобы отвергнуть его, она спросила, не хотел бы он встречаться с ней. Это не вызвало у него никакой реакции, и без сомнения он сказал «да». Так что эти двое стали любовниками и вместе отправились домой, в то время как двое его друзей лежали на полу, не веря в то, что произошло. Когда они вместе шли домой, Рето с трудом мог поверить, что все это правда, а она даже не знала его имени. Бруно спросила его, разговаривали ли они уже, но боясь, что ей покажется странным одалживать свой механический карандаш в качестве темы для разговора, мальчик сказал «нет». Рето спросил, почему она согласилась встречаться с ним, ведь она его плохо знала и помнила, как его бросила девушка, которая добавила его во френдзону. Бруно сказала, что он тоже мало что о ней знал, и что он ей уже немного нравился. Вот почему она согласилась эти отношения. Когда главный герой рассказывал ей о требованиях к ней не встречаться с кем-либо, он был удивлен, узнав, что их было так мало. Более того, Руно также прокомментировала, что не имеет значения, началось ли это с поверхностных чувств. Потому что однажды они могут по-настоящему понравиться друг другу. Она сказала, что никогда ни с кем не встречалась достаточно долго, чтобы по-настоящему начать нравиться, и вопреки тому, что думают люди, это было не потому, что она влюбилась. Заскучал и бросил их, но скорее наоборот. Девочка добавила, что когда она встречается с кем-то, она очень верна ему, и если кто-то другой просит ее стать его девушкой, она сразу же отказывается. Когда они вышли на вокзале, он отвез девушку к ней домой, а когда они приехали, она пригласила его войти, так как там никого не было. Находясь в своей комнате, Руно пошла за выпивкой, пока он восхищался тем, насколько женственным было это место. Когда он увидел полуоткрытый ящик, он не смог сдержаться и пошел посмотреть. Внезапно она вернулась, и он ударил ногой по шкафу, так что она даже не поняла, что он делает. Бруно велела главному герою сесть, но увидев его смущение, она подумала, что поняла, поэтому спросила, не хочет ли он принять душ, прежде чем они начнут. Не получив ответа, она начала расстегивать свою рубашку, пока главный герой не попросил ее немного подождать и не спросил, кто она такая. Делаю, как будто это самая обычная вещь в мире, она спрашивает, не собираются ли они этого делать, что заставляет Риоду спросить, не слишком ли это слишком рано. Для нее это то, что нужно делать влюбленным, когда они одни, но главный герой сказал, что хотел бы, чтобы их отношения продолжались. Это значит нечто большее. Бруно была немного смущена, потому что она никогда не проходила через это, она никогда по-настоящему не хотела этого делать, но для нее все это было настоящим испытанием. Долг, потому что она считает, что если она не позволит парню сделать это, он может перейти к другой девушке. Таким образом, главная героиня поняла, что она имела в виду, когда сказала, что это не она положила конец отношениям. Из-за того, что она была в кавычках слишком покладистой на первом свидании, они, возможно, устали от нее и перешли к другой девушке, особенно если они придурки. Она еще раз спросила, согласны ли они на это, и главный герой действительно хотел этого, но хотел отличаться от других. Ее бывшие бойфренды, он сказал, что они сегодня ничего не будут делать. Когда Руна провожала его до железнодорожной станции, Рето немного сожалела о том, что ничего не произошло. Пока она не прокомментировала, что это был первый раз, когда у нее появился такой парень, как он. Главный герой признался, что это первый раз, когда он встречается с девушкой, и сказал, что поскольку у него нет друзей. Ей не нужно беспокоиться о том, что он может увлечься кем-то другим. Более того, он сказал, что когда они собираются это сделать, он хочет, чтобы она была уверена, что она тоже этого хочет, и что она не считает это своим долгом. Так вот, она спрашивает, не хочет ли она в один прекрасный день просто сообщить мне в комментариях, что когда придет время, возможно, их отношения перестанут быть поверхностными. Бруно также говорит, что по ее мнению это было круто, и что она никогда не испытывала такого волнения. Итак, они прощаются, и в своей комнате главная героиня глубоко сожалеет о том, что ничего не сделала. Придя в школу, Рото получил сообщение от своей подруги, в котором говорилось, что он слишком много спал, и когда он получил наклейку, он не знал, как ответить. Не будучи таким общительным, как она, мальчик отправил сообщение, объясняющее, как она могла прийти вовремя, и пожелав удачи в конце, она взволнованно поблагодарила его. Когда начался урок, главный герой задавался вопросом, сможет ли Руна прийти вовремя. Внезапно она появилась и направилась прямо к своему месту, где, когда она посмотрела на главного героя, он никак не отреагировал. За обедом он рассказал о случившемся своим друзьям, которые не могли поверить, что он отрицал, что сделал это из-за чувств. Так вот, они прокомментировали, что у него, возможно, не будет другой возможности, поскольку Руна, вероятно, просто хотела повеселиться с мальчиком-интровертом. И скоро будет встречаться с кем-то более популярным. Это заставило Рото задуматься, и когда он вошел в комнату, его девушка подошла поговорить с ним, но мальчик этого не сделал. Они не знали, как себя вести, потому что на них смотрели другие люди и подруга Руны, у которой было полное ненависти лицо. Так вот, он сказал, что ему нужно сделать домашнее задание, и подошел к ее столу. После этого Руна стала больше разговаривать с ним, что сделало его счастливым, но взгляды других людей очень беспокоили его, особенно Никаруса. Итак, главный герой пошел поговорить со своей девушкой, чтобы объяснить ситуацию, и она поняла, что он хочет пока сохранить их отношения в секрете. Однако в тот момент, когда она спросила, когда они смогут видеться, мальчик в конце концов пригласил ее на свидание, и она сказала, у него были планы на воскресенье. Но суббота будет свободной. Поэтому Рото очень нервничал, так как он никогда не ходил на свидание и понятия не имел, куда ее отвезти. Внезапно Руна позвонила ему и спросила, где состоится встреча. Первое, чем подумал главный герой, это сходить в кино. Однако он обычно не ходит в кино, и понятия не имеет, какие фильмы показывают. Рото решает быть честным и говорит Руне, что хотел бы познакомиться с ней поближе, поэтому он предпочел бы пойти туда, где ей понравится. Это был первый раз, когда ее парень сказал это, и будучи счастливой, она сказала, что сама выберет это место. На следующий день главный герой отправился в торговый центр со своей девушкой, чтобы она могла пройтись по магазинам. И это был первый раз, когда он увидел ее в одежде отличная от ее школьная форма. Они зашли в несколько магазинов, и она, казалось, была очень счастлива, в то время как главный герой чувствовал себя немного неуверенно, находясь рядом с такой красивой девушкой. Когда они остановились, чтобы что-нибудь выпить, Руна вела себя так, будто их свидание не было скучным, но главный герой сказал, что она, казалось, была очень счастлива. И видя ее такой, он тоже был счастлив. Рето понял, что безумно влюблен и не знал, что делать, пока подруга Руны не позвонила ей, и он сразу же подумал, что девушка плохо отзывается о нем. В воскресенье Рето очень волновался, так как это был первый раз, когда его девушка не прочитала сообщения от него. Так вот он начал думать, что она была с другим мальчиком, и решил понаблюдать за жизнью Кена, чтобы не думать об этом. На следующий день Рето едва пришел в школу и увидел, как Руна разговаривает с какими-то популярными детьми, что увидели его друзья и поддержали, сказав, что жизнь похожа эта. По прибытии домой главный герой получил сообщение от своей девушки, в котором она просила его пойти в парк рядом с железнодорожной станцией в тот момент, который, как он думал, должен был положить конец их отношениям. Когда он прибыл на место, Рето думал о том, что он собирался сказать, и о том, как он сожалел, что не принял предложение Руны в предыдущем эпизоде. Оказавшись там, главный герой уже был убежден, что они закончат свои отношения, однако она просто хотела показать ему свое новое дело, которое у нее было много работы, которую нужно было найти, так как они продавали только по одной на человека. Более того, она купила такой же и для него, так как попросила Никору сходить с ней в магазин, и именно это она и собиралась сделать в воскресенье. Однако из-за того, что она играла на своем мобильном телефоне, пока стояла в очереди, у нее разрядился аккумулятор, а это очень важно. Почему она не ответила ему в то время? Внезапно она заметила, что Рето чувствует себя странно, но на самом деле мальчик был очень счастлив и испытывал облегчение. Он был очень неуверен в себе и не мог поверить, что кто-то вроде нее может встречаться с таким замкнутым мальчиком, как он, поэтому он убедил себя, что она его бросит. Однако, видя, что она приложила столько усилий, чтобы удивить его, главный герой был чрезвычайно счастлив. Когда они гуляли вместе, она сказала, что этот случай был сюрпризом к их недельной годовщине. Они продолжили разговор, и Рето сказал, что он уже признавался в любви одной девушки раньше. Она ходила в начальную школу, и девочку звали Мария, и она сидела рядом с ним, пока однажды не сказала, что ей нравятся такие милые мальчики, как он. Таким образом, главный герой начал думать, что она чувствует то же самое, что и он, поэтому он решил заявить о себе. Однако, она не чувствовала того же и сказала, что было бы лучше остаться друзьями, и с тех пор он не уверен в себе с девочками. Бруно говорит, что ей нужно поблагодарить ее, потому что, если бы они встречались, главный герой не стал бы заявлять ей о себе. Рето смеется и говорит, что отношения в средней школе длятся не так долго, но она говорит, что ее родители познакомились в начальной школе и поженились после окончания средней школы. Руна всегда хотела для себя чего-то подобного, и пока она думала об этом, мимо них проехала машина. Главный герой проявил себя как ботаник, и девочка обнаружила, что он любит спортивные автомобили и знает о них все. После того, как он понял, что сказал слишком много, Рето извинился, но она была рада видеть, что он говорит о чем-то, что ему нравится. Подумав об этом, она сказала, что, возможно, это похоже на спортивную машину, потому что она участвовала в гонках, чтобы быть похожей на своих родителей, двигаясь все быстрее и быстрее, чтобы стать экспертом. Скоро стану взрослым. Вот почему она прошла через столько испытаний. Однако, когда все происходило так быстро, ее отношения всегда заканчивались так же быстро, как и начинались. Бруно говорит, что в конце концов ее родители развелись, и хотя она старалась поскорее стать взрослой, внутри она все еще оставалась ребенком. Рето сказал, что спортивные автомобили созданы не для того, чтобы быстро добраться до места назначения, а скорее для того, чтобы сделать путешествие более увлекательным. Таким образом, главная героиня сказала, что она максимально использует свои школьные годы, и что в этом смысле она похожа на спортивные автомобили. Услышав это, она становится счастливой и решает наслаждаться жизнью так же, как раньше. Бруно пускается бежать и велит им мчаться к железнодорожной станции, где Рето понимает, что ему все равно за ней не угнаться. Ночью она позвонила своей подруге и сказала, что сюрприз удался, и хотя Руна сказала, что она довольна своими отношениями, Некору сказал, что она все еще не доверяет главному герою. На следующий день всем была представлена новая ученица, и к огорчению Реота это была Мария, девушка, которая бросила его, когда он был моложе. Когда Мария вошла в комнату, главный герой вспомнил, когда он вошел во френдзону и не хотел этого делать. Но девушка вспомнила его посадили так, чтобы он сидел точно рядом с Рето. Когда менялась учительница, она завела разговор с главным героем, и он понял, что девочка уже пользуется успехом у мальчиков в классе. Более того, размышляя о своих отношениях, Рето решил, что будет держаться подальше от девочки из-за того, что у них было в прошлом. Во время перерыва Некору сказал главному герою, что им нужно поговорить, и отвел его в другое место. После еды она спросила Рето, знает ли он, что в воскресенье у Руны день рождения, и очень разозлилась, когда поняла, что он не знал о том, что это ее парень. И так она сказала мальчику сделать что-нибудь для ее подруги, но прежде чем она смогла уйти, Рето спросила вещах, которые она хотела бы знать. Руне понравилось больше всего. Некору сказал ему спросить об этом у своей девушки напрямую. Главный герой хочет сделать ей сюрприз, например подарить чехол для мобильного телефона, который убедил ее помочь, несмотря на то, что кто-то снаружи сделал скрытое фото их двоих. На следующий день Руна ждала Рето, чтобы поговорить с ним, поэтому она показала ему свой мобильный телефон, где у нее была групповая беседа с фотографией, на которой они с Некору были вместе. Прежде чем начать объяснять, главная героиня спросила, будет ли она свободна в следующее воскресенье. Она сказала да, и он объяснил ситуацию, сказав, что хочет как-нибудь отпраздновать ее день рождения. Бруна почувствовала облегчение и была счастлива, поэтому после того, как она ушла, Рето подумал, не ревнует ли девочка, думая, что она не будет испытывать к нему таких чувств. Мальчик исключил это. Вот этот вариант. В преддверии ее дня рождения главный герой повел свою девушку в ее любимое место, где они пили чай с пузырьками, напиток, который девочка очень любит. Она хотела оплатить часть суммы, однако главный герой не позволил ей, сказав, что праздновать свой день рождения будет за ее счет. Бруна заметила, что у главного героя есть карта, и когда она спросила, что это такое, ботаник начал говорить без остановки, потому что, чтобы организовать идеальную встречу. Он должен был провел целую неделю, пробуя разные сорта чая из разных мест, чтобы она могла попробовать самый лучший. Когда он увидел, что сделал это снова, он замолчал, и Руна спросила, действительно ли мальчику так нравится этот сорт чая. Рето ответил, что узнав, что ей это нравится, он начал учиться готовить и захотел свозить ее туда, куда ей захочется. Узнав, что он сделал все это для нее, Руна была очень счастлива, так как это был первый раз, когда кто-то сделал что-то подобное для нее. Таким образом, они продолжили пробовать несколько разных сортов чая и отметили, какой из них был лучшим. Наступил момент, когда главный герой был сыт по горло, поэтому он купил его специально для Руны, который ей понравился, и она захотела, чтобы он тоже попробовал непрямой поцелуй. И она посмеялась над ним с помощью, это привело его в большое замешательство. После веселой прогулки, которая понравилась главной героине, Рето намеревался рассказать ей о Марии, но когда он собрался это сделать, она тоже захотела что-то сказать. Внезапно они увидели мальчика, который дарил подарок своей девушке, и именно тогда главный герой понял, что он больше не у меня были какие-нибудь деньги. Так вот, он предложил ей купить что-нибудь на то, что осталось. Однако девочка взяла карту и сказала, что хочет получить ее в подарок на день рождения. Это заставило главного героя полюбить ее еще больше, и Руна была очень довольна проведенным днем. На следующий день главный герой услышал несколько плохих слухов о своей девушке, что она использовала своих парней. А затем перешла к другому, в дополнение к тому, что оставалась с мальчиками только из-за их денег. Рето это показалось очень странным, так как обычно слухи о Руне были совсем не такими. Когда он обедал со своими друзьями, Никору, казалось, заговорил с ним, что заставило двух чудаков в страхе убежать. Она прокомментировала встречу Рето с Руной, которая была там, чтобы обсудить слухи, которые распространялись по школе. На следующий день главному герою пришлось пойти в свой класс вместе с Марией, так как она забыла его книгу. Когда учительница ушла за чем-то, она прокомментировала тот день, когда бросила его и извинилась за это. Она начала сближаться с ним и приставать к мальчику, но он просто поблагодарил ее и сказал, что у него есть девушка. Мария спросила, кто это, и главная героиня чуть не призналась, что она Руна. Но думая о том, что люди плохо отзываются о ней из-за того, что она была с кем-то вроде него, Рето не сказал ей, кто это был. На перемене он думал об этом, о людях, которые смеялись над его девушкой из-за него, пока не увидел Руну, входящую в комнату с мальчиком. Рето пошел посмотреть, что происходит, мальчик попросил ее стать его девушкой, но Руна отказалась, сказав, что у нее есть у меня есть бойфренд. Все еще настаивая, он хотел знать, кто ее бойфренд, и когда девочка не захотела ему говорить. Он заподозрил, что ей было стыдно, однако Руна сказала, что дело не в этом, а в том, что ее парень застенчивый. Он начал подозревать, что он был одним из странных мальчиков в школе, вот почему ей было стыдно, но она сказала, что она не считается, потому что уважает решение своего парня. И если бы он позволил ей, она рассказала бы всему миру, что она с ним, даже не имея ни капли стыда. Это обрадовало главного героя, и в конце урока Риотто смутился, потому что подумал, что Руна стыдится его. Внезапно Мария заговорила с ним о Руне и слухах, которые распространялись по школе. Ее подруга когда-то встречалась с Руной и сказала, что это было очень утомительно, так как она всегда использовала парней и их деньги в своих интересах. Пока она говорила, Риода начал очень злиться и вспомнила ее дни рождения, когда девочка не сделала ничего из того, о чем говорила Мария. Не в силах больше слышать, как она плохо отзывается о его девушке, Рето велел девочке перестать говорить такие вещи и сказал, что этот бывший парень был вреж. Рето также прокомментировал, что Руна была отличной девушкой, и когда она спросила, откуда он это узнал, главный герой встал и рассказал всем об этом. Что он был парнем Руны. Студенты, которые услышали это, не могли поверить мальчику, пока Руна не подтвердила, что это правда, что заставило людей увидеть, что Руна это парень. Слухи о ней были ложью. Мария выбежала из комнаты и главный герой последовал за ней. Он спросил девочку, не она ли распространяла слухи о Руне. Она подтвердила это и сказала, что сделала это, чтобы стать номером один, так как не хочет, чтобы Руна больше что-то у нее забирала. Мария рассказала, что Руна ее сестра-близнец, и они не похожи, так как являются разнояйцевыми близнецами. У них также разные фамилии, так как их родители развелись, и она взяла фамилию их матери, которая снова вышла замуж, но после развода Марии пришлось переехать к ним. Ее мать отправилась в дом своего дедушки. Она ненавидит быть сестрой Руны, потому что девочка всегда знала, как привлечь к себе больше внимания, поэтому все в семье баловали ее. Мария считает, что именно по этой причине ей пришлось переехать к матери и сменить фамилию. Даже после всех ее попыток стать популярной, Руна по-прежнему оставалась номером один, и именно поэтому она породила эти слухи. Рото говорит, что может ее понять, так как он всегда был более замкнутым и с трудом проявлял свои чувства. Главный герой пытался успокоить девушку, говоря, что она найдет кого-то, кто ей действительно понравится, и ей не нужно будет притворяться кем-то другим. В конце концов она поскользнулась, и Рото помог ей, но после того, как девочка попросила оставить ее в покое, он ушел. Войдя в класс, Рото столкнулся с Руной, а затем с Никору, который сказал, что у него все хорошо получилось. Выходя из школы, главный герой поговорил со своей девушкой, и она спросила, почему он так все раскрыл, и объяснила, что терпеть не может, когда люди говорят о ней неправду. От этого глаза Руны наполнились слезами, так как она была опечалена слухами и счастлива, что главный герой этого не сделал. Верьте им. Она прокомментировала свою сестру и сказала, что хочет знать, кто распространил слухи, но Рото перестал говорить, что это была Мария. После того, как Руна прокомментировала, что она была хорошая девочка. Они еще немного поговорили и решили, что больше не будут комментировать прошлое, и когда мы увидели Марию, то обнаружили, что ей начинает нравиться главный герой. На следующий день он очень нервничал перед походом в школу после того, как объявил о своих отношениях с Руной, но когда он добрался туда, все было нормально. После занятий они пошли вместе что-нибудь съесть, и она сказала, что хотела бы попробовать что-нибудь такое, что понравилось бы и ее парню. Таким образом, он комментирует жизнь Кена и начинает говорить об этом без остановки, что повергает ее в шок. После этого она говорит, что тоже хочет это увидеть, и они вместе смотрят это на мобильном телефоне Рото. Рото был очень счастлив и начал задаваться вопросом смогут ли они еще поцеловаться. Не зная, как это сделать, Рото приходит в голову блестящая идея попросить своих друзей, которые не в состоянии помочь, так как они оба еще более странные, чем главный герой. Поговорив с ними об этом, Рото решает сделать что-то попроще и взять ее за руки, поэтому он пригласил девушку на прогулку. В выходные разработал супер продуманный план, который состоит из того, что она обо что-то споткнется, а он возьмет ее за руку, чтобы помочь. Вот так. Из-за того, что он много думал об этом, Рото был невнимателен на уроки, и когда учитель попросил его ответить на вопрос, главный герой не знал, что делать, однако Мария помогла ему. Она просила его не начинать ненавидеть ее, но Рото сказал ей сохранять спокойствие, потому что он не испытывает к ней ненависти. В день встречи главный герой горел желанием воплотить свой план в жизнь, но перед этим Руна хотела, чтобы он съел приготовленную ею еду. Несмотря на то, что она была грязной, еда была очень вкусной, и главному герою она действительно понравилась. После этого они отправились кататься на лодке, но когда Руна споткнулась, главный герой не смог осуществить свой план, так как она удерживала равновесие. И так они гуляли вместе, и главный герой не смог скрыть своего разочарования. Уходя оттуда, Руна заметила, что ее парень ведет себя странно, и захотела узнать, что у него было, думая, что мальчик хочет порвать с ней. Риото испугался, увидев, что она думает об этом, и подтвердил, что он абсолютно не хочет расставаться с ней. Так вот, он сказал, что подумывает о том, чтобы они снова покатались на лодке, но на этот раз на другой. Проявив инициативу, главный герой сумел взять Руну за руку, и пока он греб, она прокомментировала, что очень счастлива, потому что наконец-то смогла взять его за руку. По сути, они оба хотели одного и того же, и после того, как Риото подтвердил это, она встала и поцеловала его. Когда они сошли с лодки, они продолжали держаться за руки, и она попросила его называть ее первым именем, чего главный герой до сих пор не может сделать. Однако они продолжают разговаривать, и он понимает, что больше никогда не захочет отпускать руку Руны. Сцена переходит к Марии, которая знает, что ей нравится Рето, но она не знает, что делать с этими чувствами. Таким образом, она приняла решение и намерена украсть главного героя у Руны, чего бы это ей не стоило. В кафетерии главный герой преподавал английский своей девушке, так как у нее были большие трудности с этим предметом. Во время учебы они начали разговаривать как влюбленная пара и показали, что любят друг друга больше, чем когда-либо. Уходя оттуда, Руна сказала, что они встречались всего месяц, и чтобы отпраздновать это, она пригласила его пойти вместе на пляж. Представив ее в бикини, главный герой согласился, и некоторое время спустя она показала, как она прогрессировала в учебе и в итоге получила лучшая оценка за тест по английскому языку. Она была впечатлена тем, как хорошо он справился, и Мария наблюдала за всем разговором. Некоторое время спустя, когда главный герой выходил из ванной, она появилась, чтобы поговорить с ним, и попросила мальчика помочь с английским предметом. Рето чувствовал себя неловко, не зная точно, как отказать девочке, и после того, как она попросила номер его мобильного телефона, главный герой сказал, что не будет этого делать. Я не отправлял ей сообщение, но она все равно хотела это сделать. Пока Рето ждал поезда, чтобы отправиться на пляж, он получил сообщение от Марии с просьбой помочь ему с учебой, однако он ответил, что не сможет этого сделать. Но она настояла на своем и спросила, в какой день они смогут заниматься. Прежде чем она успела ответить, появилась Руна, и главная героиня убрала свой мобильный телефон. Когда они прибыли на пляж, Рето не смог скрыть своего смущения, увидев свою девушку в бикини, и так началась встреча на пляже. Бруно попросила его намазать ей спину солнцезащитным кремом, что он принял с большим удовольствием, особенно когда девушка попросила его намазать ей спину солнцезащитным кремом. Это у нее под бикини. После этого они вошли в воду, и им было очень весело вместе, пока они не остановились передохнуть. Пока они этим занимались, Рето сделал ей комплимент, и сказал, что она прекрасно выглядит в своем бикини. На что она прокомментировала, что долго выбирала его, и примерила несколько разные. Из-за сильного дождя они не смогли вернуться домой, поэтому им пришлось остановиться в отеле, но так как проживание в разных комнатах было бы очень дорого, они решили спать вместе. Она пошла в душ первого числа, а тем временем главный герой был расстроен, задаваясь вопросом, что значит для них жить в одной комнате. В тот момент, когда она вернулась, девочка увидела, как главный герой делает приседания, стараясь не думать о всякой ерунде. Руна хотела дотронуться до живота главного героя, однако поскольку он был смущен, он не позволил ей и побежал в ванную. Во время мытья главный герой думал о том, что он сделал и что подумала Руна после того, как он не позволил ей прикоснуться к нему. Когда он вышел из душа, он заметил, что кровати были сдвинуты вместе, и хотя он был смущен, он старался не показывать этого, поэтому он начал разговор о чем-то другом. Ночью они не могли уснуть из-за ветра на улице, поэтому Руна пригласила Рото сделать то, о чем я не могу говорить, чтобы не потерять монетизацию. Однако главный герой спросил, действительно ли она хочет это сделать, на что девушка ответила нет, но она не хотела его, чтобы сдерживаться. Так что он не принял это, хотя она сказала ему, что он ей очень нравится, и что она никогда не испытывала таких чувств ни к кому другому. Руна сказала, что была бы очень счастлива, если бы он подождал, пока она действительно захочет этого, потому что так она была бы счастливее больше, чем когда-либо. Услышав это, он велел им идти спать и сказал, что подождет, пока это время не настанет. Из-за этого Руна спросила, почему он так хорошо к ней относится, на что главный герой ответил, что она ему нравится. Сказав это, девочка обратилась к Рето с еще одной просьбой обнять ее. Таким образом пара обняла друг друга в первый раз и легла, держась за руки. Пока это происходило, Мария была одна в своей комнате и читала сообщения, которые она отправляла главному герою, удивляясь, почему она не может быть такой, как ее сестра. Когда они вернулись, главный герой оставил свою девушку дома и был очень сонным, так как почти не мог заснуть ночью. Внезапно он увидел Никору, который пригласил его зайти и что-нибудь перекусить, одновременно спрашивая, как обстоят дела в его отношениях. Она заметила, что Руна более навязчивая, чем кажется, и спросила, не считает ли он, что с ее стороны плохо уделять ему так много внимания. Никору сказал, что ее бывшие парни были придурками, которые называли ее скучной и прилипчивой. Кроме того, она сказала, что у Руны есть так называемый двухмесячный барьер. Несколько бойфрендов девочки изменили ей до того, как им исполнилось два месяца, или охладели к ней и расстались ни с того ни с сего. Несмотря на то, что Руна доверяет Рето, она должно быть все еще не уверена в этом, однако он пообещал девочке, что не сделает ничего плохого ее подруге, что принесло ей облегчение. Возвращаясь домой, главный герой получил аудиозапись от Марии, но когда он пошел послушать, именно Руна сказала ему об этом. «Я что-то говорил. Она сказала, что поехала навестить свою мать, и у нее не было батареи, поэтому она одолжила мобильный телефон своей сестры». Руна сказала, что в тот момент хотела встретиться с ним в школе, что главный герой отрицал, потому что устал, но вспомнив, что сказал Никору, он согласился. И так, несмотря на то, что была ночь, Рето пошел в школу, и когда он пришел, его девушка сказала, что хочет, чтобы сделать это с ним в тот момент. Рето нашел это странным, потому что за день до этого Руна сказала, что хочет подождать, и когда мы пригляделись повнимательнее, мы поняли, что на самом деле это была переодетая Мария. Потому что в тот самый момент Руна разговаривала по телефону со своей подругой о том, как она счастлива в своих отношениях. После того, как Мария обняла его, главный герой понял, что она не была его девушкой. Поэтому она подтвердила правду и воспользовалась тем, что их голоса были похожи, чтобы позвонить ему. Она настаивала на том, что хочет сделать это с ним, сказала, что может притвориться Руной, и сказала, что она она бы никому не сказала, включая свою сестру. Мария пыталась возразить, что она могла бы дать ему его первый шанс, в отличие от Руны, но главный герой все равно отверг ее. Внезапно они услышали чье-то приближение, это был охранник, который, войдя в комнату, никого не увидел, так как эти двое скрылись через окно. Рото спросил, не заманила ли она его туда, чтобы отомстить Руне, но девочка отрицала это и сказала, что сделала это потому, что он ей нравился. Она призналась, что он начал ей нравиться с тех пор, как он отчитал ее за распространение слухов. Более того, именно первый мальчик, который ей нравился, отверг ее, поэтому плача, она извиняется перед главным героем, потому что это причинило ей слишком сильную боль. И она поступила с ним также в прошлом. Таким образом, пока Мария плакала, главный герой позволил ей лечь к себе на плечо, и в итоге кто-то увидел это. На следующий день в школе люди обсуждали главного героя. И когда он пришел в класс, его друзья спросили, действительно ли он изменил Руни с Марией и показали фотографию, на которой они вместе. Когда появилась девочка, Рото отвел ее в другую комнату, и спросил, не она ли это сделала. Однако девочка отрицала это и сказала, что не будет распространять слухи после того, как ей вот так отказали. Не желая, чтобы он возненавидел ее, Мария сказала, что опровергнет все слухи и больше не будет с ним связываться. Когда они собирались выходить из комнаты, она сказала, что, возможно, она была бы тем человеком рядом с ним, если бы согласилась встречаться с ним в прошлом. Однако Руна стояла перед дверью и, услышав это, уронила свой мобильный телефон на пол. В итоге она услышала все это, и когда главный герой извинился, увидев ее, Руна вообразила, что он сделал что-то не так, поэтому пока она плакала, она выбежала оттуда. Главный герой попытался забрать сотовый телефон, чтобы вернуть его своей девушке, но прежде чем он успел это сделать, Никору отобрал сотовый телефон и ударил его, назвав мудаком. Поскольку это был последний день в школе перед летними каникулами, он был на церемонии прощания, где не видел Руну, а тем временем в классе Мария загораживала главного героя. Таким образом, главный герой начал свои летние каникулы очень печально, и даже несмотря на то, что он отправил сообщения, отправленные Руне, ни на одной из них не получили ответа. Он был на интенсивном курсе и помнил, когда он пришел к ней домой, но он не мог позвонить в дверь, потому что он был ребенком. Трус. Сцена начинается с его друзей на пляже, которые, однако, начинали выглядеть как обычные подростки. Но все пошло прахом, когда они предпочли оставайтесь под зонтиком и смотрите видео на своем мобильном телефоне. Им это надоело, они хотели пойти в ресторан, но в итоге увидели кое-что другое. Во время урока главный герой получил от них сообщение, в котором говорилось, что Руна изменяет ему, и сопровождалась ее фотографией с мужчиной. Увидев это, Рето выбежал оттуда и сел на поезд, чтобы добраться до побережья. Он побежал, думая, что ведет себя как идиот, не поговорив с ней до сих пор. Поэтому, когда он нашел ресторан, он увидел, что Руна фотографируется со своей подругой. Увидев мужчину, с которым она, по-видимому, встречалась, главная героиня разозлилась и в итоге чуть не вошла внутрь. Он там работает, и вскоре все объяснилось. Этого человека зовут Мао, и он дядя его Руны. Поняв, что мальчик был парнем его племянницы, он повел его внутрь, чтобы выпить. Оказавшись внутри заведения, Никору оказал давление на Рето, но так как ей нужно было идти на работу, ей пришлось уйти. Оставшись наедине со своей девушкой, главный герой объяснил всю историю и извинился за то, что вел себя неправильно по отношению к ней. Однако Руна также извинилась и поблагодарила его за то, что он не оставил Марию плакать в одиночестве. Таким образом, ситуация разрешилась, и они отправились в дом бабушки Руны, где он попытался сказать, что ему нужно вернуться, но Мао убедил его остаться на ужин. Когда они вошли в дом, она спросила, останется ли он с ней до конца лета, и после того, как он сказал «да», девочка сказала, что они останутся там, пока она не вернется домой. Таким образом, он не смог бы сказать «нет» и провел бы остаток отпуска на пляже рядом со своей девушкой. Находясь с Руной во время отпуска, Риото очень счастлив, особенно когда она будит его каждое утро. В первом классе из-за трудностей на работе Руне пришлось помогать своему парню обслуживать клиентов. Дни были счастливыми, и мать главного героя прислала мальчику кое-какие вещи, чтобы он мог провести там лето. В другой день на работе во время перерыва Рето начал заниматься, пока не появились два мальчика. Они приставали к Руне и спрашивали, кого из них она предпочитает. Не зная, что делать, поскольку Мао в это время там не было, главный герой решил действовать, поэтому он пошел туда, где они были, и спросил, не нужно ли мальчикам чего-нибудь. Это заставило их уйти, но перед уходом они еще раз спросили, какой из них она предпочитает, поставив главного героя посередине. И конечно же, Руна показала его, сказав, что Рето – ее парень. Эта ситуация ее очень разозлила, потому что постоянно появляются какие-то идиоты и пытаются заигрывать с ней, но в то же время она была счастлива. Потому что главный герой пришел ей на помощь. Она сказала, что он занимался на перемене, и главный герой сказал, что в дополнение к одежде его мать прислала ему свои материалы для учебы. Они начали говорить о колледже и будущем. Она рассказала о том, чем хотели бы заниматься ее друзья. Как Никору, который хочет поступить в школу маникюра после окончания средней школы. Она также работает, чтобы откладывать деньги на ежемесячную оплату, о чем главный герой понятия не имел. Бруна была немного удручена, так как многие люди, которых она знает, знают, чем они хотят заниматься в будущем, кроме нее. По мере продолжения этого разговора она показывает, что уже достигла своей цели, развивая взаимные чувства с человеком, который, как она думает, останется с ней навсегда. Ее мечтой всегда было вернуться и жить со своими родителями и Марией. Но если это было слишком сложно, она хотела создать свою собственную семью. Услышав это, главный герой понял, что Руна уже думала о будущем гораздо больше, чем он. Выйдя из душа, Риота в конце концов услышал, как его девушка разговаривает с его бабушкой. По-видимому, она хотела приготовить мясо с картошкой, но у них закончилась картошка, поэтому пара отправилась на рынок. А когда вернулась, они готовили вместе, выглядя как настоящие кулинары. Пара. Сцена обрывается, и мы видим, как Мария и ее мать разговаривают о бабушке-девочке, которая только что позвонила и сообщила, что Руна была там со своим парнем. Она спросила, собирается ли Мария этим летом на пляж, и была очень потрясена, узнав, что мальчик, который ей нравится, находится там со своей сестрой. Мария сказала, что у нее будут дела, так что она не сможет этого сделать. Бабушка рассказала об этом Руне, что расстроила ее, и она подумала, что сестра ее избегает. Она прокомментировала, насколько далека она была от своей сестры, и сказала, что даже не узнала ее, когда та пришла в школу. Рето единственный в школе, кто знает, что Руна и Мария сестры, и несмотря на их разные характеры, Руна ее очень любит. Поэтому она захотела поладить с Марией и попросила главного героя помочь ей в этом. Таким образом, цель Руны сблизиться с Марией в школе и подружиться с ней. Когда Мао вернулся, он принес ей починенный мобильный телефон, чтобы она могла отвечать на все полученные сообщения. Кроме того, к огорчению главной героини, она посмотрела несколько видеороликов со своими друзьями и заставила бедного парня немного потанцевать вместе с ней в TikTok. На следующий день Мао заплатил главному герою за две недели работы, так как это помогло ему заниматься другими делами, поскольку он писатель. Поскольку главный герой впервые получил деньги за работу, он пошел купить подарок за два месяца знакомства с Руной, пока не нашел что-нибудь подходящее. Идеально. Вернувшись домой, он увидел свою девушку в кимоно и был ошеломлен ее красотой. Так вот они вдвоем отправились на фестиваль, который устраивали, и им было очень весело вместе, что очень обрадовало Риода. Пока они стояли в очереди, Руно зашел в магазин и присмотрел кольцо с лунным камнем, которого уже не было на складе и которое появится в продаже только в следующем году. Поев и повеселившись, они отправились гулять вместе, и Рето прокомментировал, что это был первый раз, когда он проделал все эти действия. Разные вещи. Внезапно Бруно начала говорить о своих родителях и о том, что она всегда мечтала выйти замуж за своего первого парня, поэтому она спросила, почему это не может быть ее первым браком. Пора. Видя, что все это было в новинку для Рето, Руно очень расстроилась, что это был не первый раз для нее. Она думает, что было бы намного лучше, если бы все эти вещи были в новинку для них обоих, поэтому она хотела стереть из своей памяти то, что она пережила в прошлом, так как она хотела поделиться с ним опытом из первых рук. Рето сказал Руне, что она многим с ним поделилась, и даже если она уже делала это с кем-то другим, если она почувствует что-то новое и непохожее, когда будет делать это с ним. Это сделает его очень счастливым. Таким образом, главная героиня приводит пример всех случаев, когда она делилась с ним своими чувствами. И, взяв маленькую коробочку, вручает ему подарок, который он купил для нее два месяца назад. К удивлению девочки, это было кольцо, которое она так сильно хотела, что она очень обрадовалась и сказала, что встреча с ним была лучшим подарком, который она когда-либо получала. Таким образом, эти двое соглашаются, что с этого дня они будут делать много новых вещей вместе. И когда появляется фейерверк, они говорят, как сильно они любят друг друга и в конце концов целуются. С возвращением на занятия Руна попыталась осуществить свой план подружиться с Марией, но при попытке заговорить с ней девочка ушла, что заметил главный герой. Стараясь не думать об этом и видя, что его друзья провели лето в одиночестве, Рото пришла в голову идея, и он пригласил их заняться чем-нибудь в субботу. С приближением выходных они отправились поиграть в страйкбол вместе с Руной и ее друзьями. Внезапно один из них вспомнил Нишину, так как в прошлом году они учились в одном классе, и тот простой факт, что она назвала его по имени, заставил мальчика-интроверта ослабеть. И так они начали играть, где двое чудаков были в трионе Кору, а пара была с другой подругой Руны. Завидуя тому, с каким удовольствием главный герой встречается, его друзья хотели ударить его, но в итоге у них не получилось, и оба были исключены. Чтобы спасти Руну, Рото встал перед ней, и так как другая девушка также была исключена, в живых остались только ее друзья. После того, как Руне удалось увернуться от всего, она в итоге победила. После окончания этого раунда пара мило беседовала, в то время как Никору подстригал ногти, чтобы лучше стрелять, и выбрал оружие гораздо большего размера. Так вот, во второй игре она начала стрелять и уничтожать всех, кого видела перед собой. После того, как они закончили играть, Руна начала волноваться, так как пропала ее любимая серьга, что заставило Рото обыскать всю комнату, однако она была в сумке девочки. Они все вместе пошли в закусочную, и несмотря на то, что они были очень разными, они хорошо ладили. Они были впечатлены, узнав, что девушкам нравится аниме, даже если его стили отличаются от того, что нравится им самим. Говоря о других вещах, мы обнаруживаем, что Никору все еще влюблена в своего бывшего парня, что кажется немного странным. Поскольку она сказала, что он раньше слушал буддийские сутры по телевизору. Он почти все время звонит по мобильному телефону. После этого всем пришлось уйти, осталась только пара, которая решила еще немного прогуляться. Руна отвела Рото на колесо обозрения, где они поговорили о своих чувствах и поцеловались, показывая, что влюблены друг в друга больше, чем когда-либо. Особенно сильно это проявилось, когда Руна попросила своего парня погладить ее по голове, что заставило ее сказать, что она любит его. Уходя оттуда, она сказала, как она счастлива, ведь они вместе занимались совершенно новыми вещами. Более того, их отношения длились почти три месяца. Но на этот раз Руна сказала, что ей не нужны никакие подарки, и сказала, что пока Рото с ней. Девочка выиграла больше ничего не нужно. Таким образом, Руна впервые почувствует, что она по-настоящему влюблена, и Рото не останется в стороне, так как он тоже любит ее. В школе Руна пригласила главного героя пойти с ней куда-нибудь в субботу, однако в тот день он был занят в школе, поэтому не смог пойти. Итак, он был сосредоточен на том, чтобы усердно учиться и хорошо справляться с тестами, пока не услышал знакомый голос. А когда оглянулся, то увидел, что он обнаружил, что Мария учится в том же подготовительном классе, что и он. Так вот он спрятался, заполз под столы, и когда он уже собирался выйти из комнаты, какой-то мальчик остановил его и сказал, что давно его не видел. Они пошли в кафетерий, где мы узнали, что мальчика зовут Сакия, и он называет себя Ронаном, потому что он не сдал вступительные экзамены. Рассказывая об этой ситуации, главный герой в конце концов рассказал всю историю о Марии и Руне. Рето решил, что пока ему лучше спрятаться от Марии, так как он не хотел заставлять свою девушку волноваться. Таким образом, понимая его, Сакия решил, что поможет ему, и поскольку он каждый день бывает в кампусе, он сообщит Рето, если увидит девушку, и скажет ему, где она находится. Она такая и есть. В классе появился учитель с несколькими учениками, чтобы поговорить о предстоящем спортивном фестивале. А так как им также нужно начать планировать культурный фестиваль, который состоится в следующем месяце, им нужны волонтеры для помощи. Однако никто не хотел участвовать, пока Мария не подала заявку, и из-за этого Руна сделала то же самое, и проект Дружба наконец-то начался. Поскольку Руна хотела участвовать, ее подруга тоже захотела, но когда она увидела, что Никору не может из-за своей работы, она посмотрела прямо на него. Главный герой. В итоге он согласился, и ему понадобился еще один человек. Рето порекомендовал своего друга, так как увидел, что тот положил глаз на Икари. Будучи членом комитета по выпуску брошюр, эти трое отделились от остальных, и главный герой осознал, насколько неловкой была эта ситуация. Им нужно было выбрать флайер для культурного фестиваля, поэтому Руна спросила Марию о том, что ей нравится. Девочка прокомментировала, что она смотрит несколько видеороликов, однако это не те, которые представляла себе Руна, а скорее живые игры такие как Реота. Что заставило их поговорить об этом и оставить Руну, ничего не понимая. Я думал о том, как бы им сблизиться, и тут появился его друг из колледжа, и они вместе отправились куда-нибудь поужинать. Мальчик пользовался популярностью у девочек в школьные годы и показал, каким он был до поступления в старшую школу. В то время у него была только одна девушка, которая считала его красивым, однако они встречались недолго, пока он не отрастил волосы по ее рекомендации и не стал популярным. На следующий день, во время второй встречи по подготовке брошюр, эти двое предложили свои идеи, но они разошлись во мнениях, так как Руна хотела чего-то более яркого, а Мария чего-то более серьезного и нейтрального. Не сумев решить этот вопрос, они спросили мнения Роту о том, кому идея Марии понравилась больше, но Руне, как своей девушке, он сказал, что до сих пор не знает, какая идея лучше. Позже он пошел к учительнице, чтобы сказать ей, что они оба не могли решить, однако она объяснила, что им нужно сделать это как можно скорее. И у них будет время только до конца спортивного фестиваля, чтобы дать ответ. Когда он возвращался домой на поезде, он не знал, что делать с этой проблемой, и когда он сошел с поезда, то столкнулся лицом к лицу с Марией. Они немного поговорили, и девочка призналась, что перевелась в эту школу, чтобы сделать Руну счастливой. Однако она все еще была очень обижена. Вот почему она так поступила, даже больше, потому что она верила, что Руне понравится сюрприз, и она познакомит ее со всеми, как ее сестра. Она сказала, что все, что она делала, было плохим, но теперь она стала той, кто она есть на самом деле, и возвращается к своему нормальному состоянию. Это сделало главного героя счастливым, особенно когда он понял, что Мария заботилась о Руне. Когда Риотто выходил с вокзала, он споткнулся, и она увидела брошюру курса, на котором он учился. Мария сказала, что она уже знала, что они будут проходить курс вместе, поэтому она ушла, думая, что главный герой ведет себя как идиот, так как она не стала бы беспокоить его во время его учебы. Спортивный праздник начался, и Руна очень хорошо выступила в гонке, особенно благодаря поддержке своего парня, который придал ей больше сил и помог победить. В другом тесте на бег Руна подошла к листку бумаги и попросила главного героя пробежаться с ней, в результате чего они оба выиграли. Она объяснила, что лист бумаги, который она взяла в руки, был написан для пробежки с человеком, который ей нравился, поэтому в итоге она позвонила ему. В школе Акари и Мария готовились к тому, что им предстоит стать чарлидерами. Они хорошо ладили, и девочка сказала, что она счастлива, что ее мама приедет повидаться с ней. Однако, когда они уходили, она увидела, как Руна разговаривает со своей матерью, и побежала обратно в школу. Их мать поняла, что Марии там нет, поэтому Рето и Руна отправились на ее поиски, и конечно же ее нашел главный герой. Все, чего она хотела, это чтобы поклонники ее матери были в полном ее распоряжении, потому что она считает, что с ней уже достаточно обошлись несправедливо. И по крайней мере на этот раз она была права. Хотел, чтобы с ним обращались лучше, чем с Руной. Она сбежала еще и потому, что ее мать не знала, что они не разговаривали, и Мария не хочет, чтобы она узнала о том, что она сделала с Руной. Главный герой пытался помочь ей, но она велела ему уйти, так как он все еще ей нравится, и она не хочет, чтобы Руна стала его женой. Мальчик, чтобы понравиться ей еще больше. Более того, Руна случайно подслушала разговор и ушла, ничего не сказав. В день выбора брошюр они снова не смогли определиться, оставив окончательное решение за Рето. Он не знал, что делать, и когда он попытался встать на сторону Руны, хотя на самом деле это было не ее мнение, девочка сказала ему говорить правду. Поэтому он сказал, что предпочитает менее кричащую брошюру, оставив в комнате очень плохую атмосферу. Когда они уходили из школы, Руна была очень расстроена главным героем из-за лжи в брошюрах и того, что она в итоге услышала в день спортивного фестиваля. Она сказала, что в последнее время много думала и решила, что возможно Мария подходит ему больше, чем она сама. Руна сказала это не только из-за выбора брошюр, но и из-за их схожих вкусов и того факта, что у него было больше общего с Марией, чем с ней. Она сказала, что увидела этих двоих на крыше, и ей показалось странным, что она плохо себя чувствует, хотя именно она попросила главного героя стать другом Марии. Так вот, она спросила, могут ли они продолжать встречаться в таком же духе, и когда она сказала, что какое-то время не будет отправлять сообщение, Руна убежала. Рето не смог с ней связаться, но даже если бы и смог, он понятия не имеет, что сказать своей девушке. И ему так грустно, как может показаться, что в тот день они праздновали четыре месяца вместе. В своей комнате Мария сказала, что главному герою следовало бы просто остаться рядом с Руной, и глядя на плюшевую кошку, она вспомнила прошлое. Руна повязала голубой бант на шею игрушки и была очень счастлива играя с ней, однако этот плюш принадлежал Марии, поэтому она попросила сестру вернуть его. Хотя сама больше с ним не играла. Размышляя об этом Мария заметила, что Руна всегда была такой, доброй, милой и внимательной. Вот почему Мария была счастлива за нее и хочет, чтобы девочка была счастлива с Рето, даже если это заставляет ее чувствовать себя странно. Даже после завершения работы над брошюрой, Руна все еще не реагировала на главного героя, пока, пока она шла, он не услышал, как она разговаривает с кем-то по телефону. У нее был сотовый телефон, и прежде чем она успела что-либо сказать, девочка убежала. Пока они с Никору убирали класс, девочка сказала главному герою, что по ее мнению он сделает Руну счастливой, а также сказала, что любовь – это не просто забава. Когда Рето выходил из школы, его остановила Акари, которая сказала, что ей действительно нужно с ним поговорить. Зайдя в обычную столовую, она сказала, что у Руны может быть папик, во что главный герой не мог поверить. Она сказала, что видела Руну с дорогой сумкой и с ней мальчика постарше. Они сочли эту ситуацию странной, но поскольку их отношения были напряженными, Акари подумала, что Руна могла сделать что-то, не задумываясь. Однако Рето сказал ей, чтобы она не волновалась, так как он доверял Руне и сказал, что даже если что-то случится, это будет его вина. Уходя оттуда, главный герой позвонил Секий и попросил мальчика об одолжении. На культурном фестивале мальчик пошел с Рето, чтобы попытаться помочь ему найти папочку. Однако они столкнулись лицом к лицу Сакари, и девочка указала на Сакью, сказав, что он был старшим мальчиком, который был с Руной. Не понимая, что происходит, главный герой подумал, что мальчик был одним из бывших бойфрендов Руны, что сделало его враждебным по отношению к своему другу. Однако Сакия объяснил, что он никогда не встречался с Руной, а скорее был ее другом. Что заставило главного героя сразу понять, что он был тем парнем, который Никорусу все еще нравилось. Он сказал, что собирается на курсы, однако кто-то позвонил ему, это была Руна, которая дала ему свой номер телефона, и сказала, чтобы он звонить и в любое время. Сакия все еще любит ее, и хотя главный герой говорит, что Никору все еще думает о мальчике, он не хочет с ней встречаться. Поскольку он разорвал их отношения, чтобы встречаться с другими девушками, он не считает правильным хотеть вернуться к ней таким образом. Услышав это, Рето преподал мальчику супернравственный урок и заставил его лучше осмыслить ситуацию. Внезапно появились друзья главного героя и сказали, что какие-то мальчики пристают к Руне и Никору. Пока они не давали им уйти, появился Рето и увел оттуда свою девушку, и когда два идиота подумали, что они останутся с Никору, появилась Сакия, напугав их и забрав ее. Она спросила, почему он здесь, а он просто извинился за задержку и обнял ее. Весь этот романтический момент вызвал у Юсуки желание признаться Икари в любви. Однако жизнь не так проста, и в тот момент, когда он попросил девушку стать его девушкой, она разозлилась и отчитала мальчика, в чем она права, поскольку они едва знакомы. Бруно извинилась и прокомментировала то, что Акари говорит, когда ей грустно, что могло бы быть по-другому, если бы они подружились с первого раза. После этого печального момента мальчик прокомментировал, каким невероятным был главный герой, поскольку он сказал человеку, что он ему нравится, и теперь он тоже ей нравится. Итак, когда он подумал об этом, он побежал искать Руну, и когда он нашел ее, они поговорили о Сакье и Никору, а также обо всей этой истории с папиком. Руна прокомментировала, что она счастлива за свою подругу, которая сейчас с человеком, которого она любит. И сказала, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее впустую на то, чтобы не быть рядом с человеком, которого она любит. Услышав это, Рото сказал, что, возможно, жизнь кажется короткой, но на самом деле она очень длинная, так как наступит следующий год, а за ним и все остальные. И он намерен провести все это время с ней. Через две недели после культурного фестиваля, Руна отправилась повидаться с Рото перед началом занятий в школе, где они разговаривали. Однако это было не так естественно, как раньше. Она прокомментировала Никору, который был чрезвычайно доволен ее отношениями с Сакьей. Более того, она сказала, что ее подруга намерена сегодня вечером выложиться по полной. То есть перевести наши отношения на другой уровень, если ты понимаешь, что я имею в виду. Руна была очень рада видеть свою подругу такой счастливой, поэтому она спросила главного героя о своей подруге, которую отвергли. После того дня мальчик не вернулся в школу и пытался смягчить шок от того, что его отвергли, играя в игры, в то время как его другой друг тоже чувствовал себя отвергнутым. Плохо. Во время совместной прогулки главный герой предложил ей заняться чем-нибудь новым, но она сказала, что им лучше подождать, пока он закончит симуляцию. Когда они попрощались, казалось, что эти двое не встречаются, и Руна почувствовала, что происходит что-то очень странное. На следующий день в классе появилась Никору с опухшими от слез глазами, потому что накануне Сакер осталась с ней, сказав, что ей нужно сосредоточиться на вступительные экзамены. А также то, что она могла забыть о нем. Во время прохождения курса главный герой спросил мальчика, почему он сказал эти вещи, и тот ответил, что их отношения не могут продолжаться. Потому что он знал, что Никору хочет делать эти вещи, и после того, как они сделали это в первый раз, они будут продолжать делать это постоянно. И он поймет это только после окончания вступительных экзаменов. Рото спросил, не лучше ли было бы просто попросить ее подождать с экзаменами, однако Сакия объяснила, что время в старшей школе драгоценно. Поэтому он не считает справедливым запирать ее в таком неопределенном месте. Отношения. Более того, он добавил, что у нее есть хорошие друзья, и по прошествии необходимого времени она скоро забудет его. Это заставило главного героя задуматься о своих отношениях, и прокомментировать, что атмосфера очень странная. Он боится снова причинить боль Руне, а тем временем девочка разговаривает с Никору и замечает, что главный герой держится отстраненно. Руна боится того, что думает Рето, и думает, что они не смогут продолжать. Возвращаясь к нему, главная героиня прокомментировала, что она не может отменить предложение о свидании, которое она сделала Марии в прошлом. Поэтому, чтобы не сделать свою девушку неуверенной в себе, она старается не разговаривать с ним. Ее сестра. Услышав это, Сакия высмеял Рето и сказал, что если он будет продолжать в том же духе, то у мальчика не останется друзей, кроме его девушки. Однако главному герою все это безразлично, он просто хочет быть со своей великой любовью. На самом деле, говоря о ней, девочка в слезах отправилась на встречу со своей подругой, которой тоже было грустно, так что они оба пытались помочь друг другу. По дороге домой Рето встретил Марию, и они оба гуляли вместе, пока каждому из них не пришло время возвращаться домой. Однако, прежде чем она ушла, главный герой сказал, что им лучше больше не оставаться наедине. Она согласилась, но сказала, что не думает, что ее чувства к нему исчезнут так легко. Однако в день спортивного фестиваля она не могла перестать думать о Руне. С тех пор, как она была маленькой, Руна отказывалась от всего, чего по настоянию Марии она хотела, даже если это было чем-то дорогим для нее. Вот почему она беспокоится, что Руна откажется от него из-за нее, чего Мария не хочет, так как хочет видеть свою сестру счастливой. Она уходила, однако главный герой сказал напоследок, что несмотря на то, что у него было не так много опыта, у него было уже влюбился. И первым человеком, к которому он почувствовал любовь, была она. Она поблагодарила его и ушла счастливая, потому что это было больше, чем она могла бы пожелать. Внезапно главный герой позвонил своей девушке, чтобы услышать ее голос, и когда девушка собиралась что-то сказать, он услышал крик Марии. Он побежал ей на помощь и в итоге заставил подозреваемого убежать, так что они отправились в полицейский участок. С Марией казалось все было в порядке, но пропала драгоценная для нее серьга, и поскольку главный герой больше ничего не мог сделать, его уволили. А Мария осталась там, она даст свои показания. Таким образом, Риота в очередной раз позвонил своей девушке, которую он называл ее матерью. Главный герой попытался объяснить, почему он был близок с Марией, когда это произошло, однако Руна не дала ему заговорить и сказала, что в следующую субботу перед началом курса. Ей нужно ему кое-что сказать. С приближением дня он снова попытался заговорить о той ночи, но Руна сказала, что ей это больше не нужно, потому что она хочет порвать с ним. Она сказала, что это не из-за того, что произошло той ночью, а скорее из-за того, что она собиралась сказать в течение некоторого времени. Пора. Несмотря на то, что их отношения закончились, Руна не была счастлива, и пока они переживали этот ужасный момент. Они смотрели на пары, которые проходили мимо, вспоминая о счастливых моментах, которые они провели вместе. Когда они увидели мальчика, играющего с игрушечной машинкой, Рето начал сильно плакать, так как не хотел заканчивать. Когда он плакал, он признался, что был близок с Марией в ту ночь только потому, что сказал девочке, что больше не хочет разговаривать с ней наедине. Тоже плача, Руна извинилась перед ним и просто чувствовала себя неуверенно из-за всего происходящего. Таким образом они собрались вместе и решили, что останутся вместе, и вскоре после этого главного героя ударила игрушка мальчика, с которым он играл. Они провели так много времени вместе, что главный герой не поступил в колледж, и Руна поняла, что она просто пыталась подавить свои чувства к нему. Однако с того дня она решила, что больше не будет этого делать, и сказала, что будет стараться изо всех сил. Продолжая разговор, Рето сказал, что не может продолжать помогать Руне в проекте «Дружба», и она объяснила, что все это время она просто хотела вернуться к будущей сестрой Марии. Я подумал, что она не нравится девочке. Рето не согласен с этим и говорит, что Марии нравится Руна, но она продолжила свою речь, показала ему эту серьгу и объяснила, что у нее была только одна. Потому что другую она подарила Марии, однако девочка уже давно потеряла ее. Услышав это, главный герой вспомнил ту ночь и повел Руну к месту, где на Марию напали. Они нашли серьгу, и Руна поняла, что была не права. В классе Мария получила приз за сочинение по английскому, которое она написала, поэтому встав, Руна сказала всем, что гордится своей сестрой и объяснила им ситуацию. После этого Мария отвела ее в другое место и спросила, что делает Руна. Она отдала Марии свою серьгу и обняла ее. Они поладили и казалось все было хорошо, и они снова стали сестрами, которые любят друг друга. Это предпоследний эпизод этого сезона, а в следующем мы уже получили предварительный просмотр, который показывает, что Руна наконец-то захотела сделать это с главной героиней. Если ты понимаешь, что я имею в виду. Ну что же ребята, вот и вся история нашего знакомства. Если вам понравилось видео и вы хотите, чтобы я выложил продолжение на следующей неделе, оставьте комментарий ниже.